Свой выбор в пользу одного из кандидатов президента сегодня сделал и Ельбаса. Расултан Назарбаев проголосовал на избирательном участке номер 58 в столичном дворце школьников. Первый президент Казахстана прибыл туда к половине 11 утра, отметился в списке избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования. После Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам. Наша страна тоже, как все демократические государства, должны сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями и поведут Казахстан к новым высотам. Я поздравляю с этим историческим событием, желаю нашему народу благополучия и спокойствия о стране просветания. Свой голос сегодня отдал Ихасам Жамартукаев на избирательном участке в столичном театре «Астана-Опера». После выступая перед журналистами, президент заверил, что выборы в стране проходят демократично и открыто, а для их проведения со стороны государства было сделано все необходимое. Сегодня особенный, можно сказать, исторический день. Наш народ никогда не был равнодушен политическим событиям, которые происходят в нашей стране. Приняла участие в голосовании и спикер Сената. Дорига Назарбаева голосовала на избирательном участке номер 58, а после пообщалась с международным наблюдателем Драгомиром Каричем. Свой гражданский долг на 111-м избирательном участке столицы выполнил и председатель Мажелиса. Как и все избиратели, Нурлан Нигматуллин прошел регистрацию, получил бюллетень и сделал свой выбор. В интервью с журналистом он отметил, что сегодня все казахстанцы могли воспользоваться своим конституционным правом, проголосовав за будущее страны. Государственный секретарь Марат Ажин также проголосовал на избирательном участке номер 111 в здании Национальной академической библиотеки. Всего в этом пункте было зарегистрировано почти 5000 жителей. Одним из первых в столице проголосовал премьер-министр Оскар Мамин. Он был зарегистрирован в избирательном участке в концертном зале Астана в историческом центре города. Там развернулись сразу два избирательных участка номер 138 и 139. Здесь в списках числились около 6000 человек. А у нас на прямой связи со студией Динара Женбатырова. Она находится в здании Центральной избирательной комиссии и готова поделиться последней информацией по явке избирателей. Динара, добрый вечер, вам слово. Спасибо, Патагост. Напомню, голосование во всех избирательных участках страны завершилось. Буквально сейчас Центральная избирательная комиссия проводит брифинг по явке казахстанцев. Известно, что явка составила 77,4%. Лидирует Алматинская область. Там проголосовало 89% казахстанцев. Самый меньший показатель в Алматы, 52,2%. В Нур-Султане проголосовали 68,9%. Напомню, в стране работали почти 10 тысяч избирательных участков. Еще 64 в этот день были организованы за рубежом. Подсчет голосов на избирательных участках завершится до 12 часов ночи. Результаты подсчета будут доставлены с территориальных избирательных участков ЦИК в течение двух дней, то есть не позднее 11 июня. По закону ЦИК Казахстана должен подвести окончательные результаты голосования в течение 7 дней, точнее не позже 7 дней. Это будет примерно не позже 16 июня. Избранным президентом Казахстана будет считаться кандидат, который набрал больше 50% голосов. Ну а время выбранного казахстанцами президента будет известно чуть позже. Такая информация к этому часу. Спасибо, Динара. Я напомню, на прямой связи со студией и издания ЦИК была моя коллега Динара Женпатырова. А мы продолжим. Почти 3000 юристов сегодня следили за соблюдением законности на избирательных участках страны. Об этом сегодня журналистам рассказали представители общественного объединения юристы за справедливый выбор. Всего за два месяца с начала старта предвыборной кампании правоведы рассмотрели больше тысячи вопросов от граждан. Все коллизии, которые возникают в ходе избирательного процесса, в основном идут из-за незнания своих прав наших избирателей. Поэтому мы провели пять пресс-конференций, в которых каждый раз накопившиеся вопросы мы собирали через интернет-ресурсы. За ходом голосования на избирательных участках весь день следили больше тысячи иностранных наблюдателей. Наш корреспондент Зайра Джакупова тоже наблюдала за процессом и расскажет, как оценили зарубежные гости электоральную кампанию в Казахстане. С 7 утра и до самого вечера мы вместе с иностранными наблюдателями пристально следили за выборным процессом. Отмечу, что явка избирателей была очень высокой. На брифинге зарубежные эксперты сообщили, что в ходе не было выявлено никаких нарушений. По их словам, выборы были демократичными, проходили организованно и открыто. И вот, что нам рассказали представители других стран. Поздравляю, выборы прошли на очень высоком уровне. Они ни в чем не уступают выборам у нас, в Великобритании. Я считаю, это новая эра для казахстанцев. Выборы провели достойно. Это многого стоит. Я даже побывал на участках, на которых быть не планировал и был приятно удивлен. Голосование завершилось, однако на этом их миссия не закончена. Всего на выборах присутствовали 1013 иностранных наблюдателей и около 300 зарубежных корреспондентов из 40 стран. На избирательных участках Алматы сегодня наблюдалась активность молодежи. Утром даже образовались очереди молодых людей. Они уверены, что от их выбора зависит будущее Казахстана. Международные наблюдатели отметили, что это серьезный показатель вовлеченности молодежи в политическую жизнь страны. Сегодняшнее утро Еркемай Мирам ждала с нетерпением. Ей недавно исполнилось 18 и это ее первые выборы. Свою причастность к политической жизни страны Еркемай осознала, когда пришла на избирательный участок и взяла в руки бюллетень. О своих чувствах рассказывает эмоционально, но без пафоса. Говорит, что государство заботится о ней, поэтому и она несет перед ним ответственность. Я сегодня в хорошем настроении. Создано все условия, чтобы получить образование и быть патриотом своей страны. 2019 год объявлен Годом молодежи. Я очень рада, что сегодня пришла голосовать и сделать свой выбор. Почти половина тех, кто пришел сегодня на избирательные участки, молодежь. На некоторых из них кабинкам и урнам даже выстраивались длинные очереди. Я был удивлен, увидев сразу 40-50 молодых людей, которые терпеливо ждали, когда освободятся кабинки. Это для нас в диковинку. Я не помню, когда мы последний раз такое видели. Хорошая явка. Электоральную активность проявили сегодня и дети известной артистки Розы Рымбаевой. Они голосовали на участке в Академии искусств, а сама певица в Национальной библиотеке. Мы все активны. Даже моя сестра-пенсионерка уже сходила на голосование. С утра. Каждый гражданин, каждый молодой человек выберет своего достойного кандидата. И, конечно, мы будем ждать простые люди, жители Казахстана. Будем ждать просто результатов. Молодежь – это один из важных электоральных ресурсов, говорит лидер представителей нового поколения Ислу Ярниязова. И массовое участие ее сверстников в избирательном процессе еще раз доказывает, что они готовы встраиваться в современное общество и принимать участие в судьбе своей родины. Сейчас очень в тренде в социальных сетях. Выпускают все, начиная с 7 утра уже, кто кого первее, кто раньше сходил на участок, проголосовал. Такой своеобразный челлендж, эстафета. И это не может не радовать. Сегодня алматинская молодежь выразила свою позицию, сделала свой выбор в пользу будущего страны. И она уверена, ее голос обязательно будет услышан государством. В Актюбинской области явка на выборах президента Казахстана практически в течение всего дня была одна из самых высоких в республике. По предварительным данным областной избирательной комиссии, в регионе проголосовали 84,6% жителей. При этом самыми активными были жители районов. Сейчас в область Беркоме ждут данные территориальных избирательных комиссий, расположенных в самых отдаленных районах области. В семье члены избирательных комиссий всех 149 участков приступили к подсчету голосов. По предварительным данным, на внеочередных президентских выборах по семейскому региону приняли участие 70% избирателей. Территориальный участок номер 260 принимал горожан до последней минуты. Ровно в 20.00 члены избирательной комиссии под чутким контролем наблюдателей, опустошив урны, приступили к подсчету голосов. От столицы и до самых до окраин. Выборы сегодня состоялись во всех областях страны, не обойдя даже самые отдаленные аулы. Победа Головкина, новорожденные и специальные инфо-уголки для инвалидов. Чем еще эти выборы запомнятся жителям региона в нашем следующем материале. Карагандинцы сегодня пережили двойное волнение. Выборы и выступления земляка Геннадия Головкина подняли жители региона «Ни свет, ни заря». В Маякудукской школе, где учился боксер и самые преданные его болельщики, два избирательных участка. Но электоральная активность упала всего на несколько минут. Головкин нокаутировал своего соперника уже в четвертом раунде. Головкин молодец. Пусть и на выборах в честном соревновании победит сильнейший. Пусть у нас будет сильный президент. Незабываемым этот день, конечно, станет для тех, кто впервые получил право голосовать. 18-летних в стране десятки тысяч. Им на многих избирательных участках вручали небольшие памятные подарки. Настроение волнительное, конечно, потому что в первый раз голосую. И это моя гражданская обязанность, на самом деле, голосовать. Было немало и тех, кто голосовал по открепительным талонам. К примеру, чета Арыкбаевых приехала в Павлодар на свадьбу из Карагандинской области, но не смогли пропустить выборы. Получается, у нас двойной праздник. Семейное торжество совпало с выборами. Особое внимание в этом году на избирательных участках уделили людям с ограниченными возможностями. Пункты для голосования были оборудованы информационными уголками и специальными кабинами. Некоторых к месту голосования привозили на инво-такси. Как гражданин этой республики я хочу, чтобы на пост президента пришел достойный человек, который улучшит жизнь людей. А по количеству новорожденных сегодня отличился Казалардинский областной центр матери и ребенка. Здесь на свет родились 13 девочек и 18 мальчиков. А многие молодые мамочки сделали выбор президента раньше, чем подобрали имена своим детям. Несмотря на то, что тяжело передвигаться, пришла голосовать. Считаю, что оставаться в стороне нельзя. Сейчас решается судьба страны, будущее наших детей. Приятным бонусом для жителей многих городов сегодня стал бесплатный проезд в общественном транспорте. Концерты на избирательных участках, торговля со скидками в магазинах и вкусная праздничная выпечка в буфетах. Эта особая атмосфера целила на всех избирательных участках страны. В целом, во всех регионах страны выборы прошли спокойно. Юлана Чауса, Лауат Тимир Балатулы, Артем Грапов. Итоги дня. В Соединенных Штатах Америки, где недавно наступило утро, голосование только начинается. Открылись избирательные участки в Вашингтоне и Нью-Йорке. Майрабда Рахманова передает из Большого Яблока. Можно смело говорить, что Америка живет от выборов до выборов. Весь мир, как правило, следит за президентскими гонками, которые происходят в этой стране. И сегодня на американской земле свой выбор делают казахстанцы. Мы сейчас находимся в одном из респектабельных районов Манхэттена, недалеко от знаменитой 5-й авеню, где расположен офис Генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке. Здесь, на участке номер 250, зарегистрированы и казахстанцы, которые проживают и в других американских штатах. Они преодолели солидные расстояния, чтобы проголосовать за своего президента. Среди избирателей и болельщики Геннадия Головкина. Я приехал сюда на бой Головкина. Мы все активно болели за нашего соотечественника. Он убедительно победил. У всех очень отличное настроение. Специально поехал на свой избирательный участок и открепление взял именно в Нью-Йорк сюда. И вот сегодня я первый пришел, быстро проголосовал. В обоих избирательных участках в США в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Казахстана созданы условия и для работы наблюдателей, и ледовеянных лиц-кандидатов. Все это призвано обеспечить свободное волеизъявление граждан Казахстана, прозрачные и честные выборы. Майра Адрахманова, Ренат Садыров, Нью-Йорк, США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова